Сравнить, так как мы сейчас живем в апартаментах, в пятерке на все включено. Да можно вот, не обязательно апартаменты, можно вот любую трешечку. Бензин, он подешевел в два раза по сравнению с прошлым годом. В нефтедобывающей, в нефтеперерабатывающей стране бензин никогда не дешевеет. В Турции, которая закупает, еще вот эта ворона взяла, в меня кинула. Ходил, нажарился, все, в воду купаться однозначно. Случается ровно в три раза больше за то же самое абсолютно. Ребята, девчата, всем привет. Сегодня выпуск хочу сделать такой, сравнить. Так как мы сейчас живем в апартаментах, вот в этом районе, видите, вот здесь дома. Вот в одном из этих домов мы снимаем апартаменты. А до этого мы ездили в пятерке на все включено, ну периодически. Вот, кстати, на канале есть там видео про дезинских пятерок. Я вот сейчас хочу проанализировать, где мне комфортнее жить и рассказать вам. Снимать ли апартаменты и пользоваться инфраструктурой городской, да? Или же все-таки снимать отель и отдыхать в отеле. Давайте вот небольшое сравнение. Я специально пройду до больших крупных пятерок здесь и посмотрим. Вот на данный момент я иду по Ататюрк-парку. Понятно, что когда ты отдыхаешь в пятерке, то парки тебе тоже так же доступны, как, впрочем, и мне. Да, то есть вышли-пошли. Но все равно они находятся немножко подальше. Я-то прямо вот возле парка, да, арендую. А с пятерки придется, ну, стилайф еще, как бы он рядом, но он маленький. Вот, а такие большие крупные пятерки. Вот, давайте сейчас пробежимся так по инфраструктуре местной, что здесь можно поделать, да? И потом подойдем к пятерочке и сравним примерно плюс-минус, что у них там. Думаю, видео будет интересно. Давайте посмотрим, такое исследование проведем. Ну, самое первое, кто едет с детьми, конечно же, это детские площадки и анимация. Понятно, что когда ты живешь в апартаментах, никакой анимации нет. Но детские площадки вот в парках есть, и их очень много. Следующее, что мы тут видим, это, конечно, кафетерии. Когда заплатил за все включено, ну, по деньгам давайте еще обсудим. Когда заплатил за все включено, то выходить еще и тратить деньги где-нибудь в кафешечках совсем как-то нецельсообразно. Ну, может, один-два выхода для разнообразия делается. А так, конечно, все там 2-3 недели, может, даже 12 дней 10, кто как едет, люди кушают в своем отеле. Там есть а-ля-карт рестораны. Ну, вот, например, Силаев, да, это пятерка. Мало кто из пятерки ходит кушать вот в эти кафешки, а они очень колоритные. И очень тут вкусная кухня. Девчата, вот здесь вот, вот это вот, например, Тухка Хвуси, здесь шикарный турецкий кофе делают. Там дальше Старбакс. Шел уже на набережную, здесь, ну, как, желательно одевать маски, потому что здесь полиция проверяет, одета маска или нет. В общем, я одел масочку. Вот смотрите, прикол в том, вот, например, я пошел на пляжик, да, вот сейчас покажу вам. Вот здесь, вот отеля Силайф пляж, вот Силайф, и вот пляж Силайфа. Я вот хожу, например, сюда или туда, или вообще вот туда, то есть без разницы. Вот. И здесь вот есть по всему поменаду, находятся вот такие кафешечки маленькие. Тут чай стоит 50 рублей, большая такая чашка турецкого чая. И мы заходим, например, поплавали утром, рано, и уже так прохладненько, пошли, взяли горячего чая и попили. Если бы я жил, например, в отеле, в том же вот Силайфе, я бы приходил в отель и пил бы чай там, все время в одном и том же месте. Здесь я волен выбирать любую кафешечку. Сел, посмотрите, какие креслица приятные. Но сегодня какой штиль, водичка прям прозрачная, красивая, набережная волшебная. Сегодня денек, конечно, замечательный просто. Сегодня у нас 13 октября, уже, можно сказать, середина осени прошла, а здесь лето в самом разгаре по ощущениям. Специально сейчас подошел вот вам к пятерочке, к Силайфу. Тут анимация есть, но, как бы, ну, слышите, сейчас покажу вам за бочком, там бассейн, ну, в принципе, вот апартаменты снимаю, там тоже бассейн есть. Вот, получается, бассейн силайфовский, ну, здесь напитки, ресторан, ну, не знаю, так-то прикольно, конечно. А вот здесь вот тут же за территорией, видите, тут вот бар, вот шикарный ресторан, фунэнбокс, фунэнбокс. Тут же вот пивной ресторан, ну, он, правда, дорогой очень. Вот у нас горки тут есть, да, то есть какие-то такие водные развлечения, которые отсутствуют просто, если ты живешь в апартаментах, то есть тебе надо искать аквапарк. Здесь ближайший аквапарк – это отель Су, 6 километров где-то отсюда. Можно прогуляться, в принципе, по набережной, и, ну, он сейчас закрыт, сейчас, как бы, массовый нельзя, поэтому здесь, конечно, тоже он работает ограниченное количество времени. Да можно вот, не обязательно апартаменты, можно вот любую трешечку, вот смотрите, здесь трехзвездочных отелей, просто вот целая улица, вот море здесь, чуть-чуть пройти, как бы здесь дорога пешеходная, пешеходный переход сделан, очень все комфортно. Вот отель, 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 и цена номера будет здесь где-то тысячу рублей в сутки, может быть, полторы, вот так, с завтраком, то есть вам не надо будет готовить завтрак. То есть тоже альтернатива, но у апартаментов есть один большой, очень большой плюс – размер балкон. Я вам сделаю обзор апартаментов в одном из выпусков, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить, обзор будет интересный. Я сделаю просто обзор апартаментов, которые сдают для туристов, а также еще покажу вам, как местные живут, в каких домах, какие квартиры у местных жителей. И поставьте колокольчик, чтобы уведомления не пропустить, потому что выпусков я сейчас снимаю достаточно много, фактически чуть ли не каждый день выкладываю. И темы мы интересные, разбираем цены, показываю вам, какие, где, как. Вот сейчас вот озадачились вопросом, где лучше, дешевле, лучше отдохнуть – в пятизвездочном отеле, да, или все-таки апартаменты снимать, или же вот трешечку снимать. И почти как в апартаментах. А вот слово за слово мы уже дошли до крупной пятерочки, называется Краун Плаза. Вот она. То есть это побольше, чем Силайф, получается. Краун Плаза же? А, нет, Харингтон Парк называется. Краун Плаза следующий. Кстати, здесь очень многие путешествуют вот на автодомах. То есть это автокемпер. До стоянки автокемперов я, наверное, сегодня не дойду, потому что это достаточно далеко, в сторону лимана. То есть это вот туда надо километра 3-4, наверное, пройти. И там будет стоянка вот таких вот много автокемперов, они там целыми, ну, целый такой парк. Вот, давайте это я отдельным выпуском вам сделаю. Сегодня вот у нас про пятерки апартаменты будет выпуск. Немножко вставочку сделаю, раз мимо иду заправки. Вы посмотрите, 6.33 стал бензин. Он подешевел в два раза по сравнению с прошлым годом. Я в шоке. Я просто в шоке. У нас бензин. В нефтедобывающей, в нефтеперерабатывающей стране бензин никогда не дешевеет. В Турции, которая закупает бензин и закупает нефтепродукты, бензин подешевел в два раза. Он был примерно 112 рублей, 62 рубля за литр. Вот так вот. Опять вышел на набережную. И сейчас давайте поговорим о ценах. Ну, пляж, кстати, Харингтон парка. Тут же кафе. Так вот, что по ценам получается. Давайте на примере Силайфа рассмотрим и возьмемся к Харингтон парку, например. В Харингтон парке номер стоит примерно где-то 1000 лир в сутки. Ультра все включено. Краунт Лаза также. Тоже достаточно дорогой отель. Силайф будет подешевле. Лир 600, наверное, в сутки. Это где-то 6000 рублей или примерно около, чуть меньше 100 долларов. Еще что-нибудь, снеки какие-нибудь. Еще 2 лиры. Ой. Вы видели, что это было? Эта ворона взяла, в меня кинула. Кинула землей. Обалдеть. Прям реально песок такой, ну, с пляжа. Видимо, Анислав в лапах и выронила. Итого, получается, вся эта вот инфраструктура такая, так вот, такой же уровень, чтобы все включено получить, 250 лир в день. Это 2500 рублей. И плюс мы сняли, соответственно, апартаменты за 2500 рублей. То есть, получается, у нас 5000 рублей в сутки выходит. То же самое, что мы бы получали в пятерке. Ну, мы бы еще там, скорее всего, стиральная машинка в пятерке отсутствует. Там ванна не очень, ну, вот как-то так. Номера маленькие. А вот в апартаментах мы получаем огромную площадь. Есть где разойтись. Семья, дети в одной комнате. Там вы в другой комнате. Общая гостиная. Никто никому не напрягает, не мешает. В номере же все, конечно, понятно. Куценько. И все достаточно. Если трешечку возьмете, конечно, сэкономите. И сэкономите существенно. Но там также будет недостаток, что и в большой пятерке. Кстати, вот комплекс апартаментов. Вот здесь большинство из них сдается на долгосрок. А часть вот, конечно, в... К сожалению, к сожалению, вот на короткий срок снять в Турции квартиру нельзя по объявлению. Можно снять только в апарт-отеле. А это вот 250 лир. Если же снимать, например, вот в таких комплексах, да, то от полугода. То есть, можно снять только на 6 месяцев. Ну, то есть, если на месяц приезжать, то, наверное, все же апартаменты будут выгоднее. Да, и сэкономите вы все равно потом. Потому что вы будете уже знать, что готовить, сколько покупать. Лишнего не будете брать. И вот эти 5 тысяч выйдут уже там в 3,5, например. То есть, лишний раз уже в кафе не пойдете. Ну, идею, в общем, примерно поняли, что сэкономить не получится, если вы сняли апартаменты. А мало того, если вы еще купили туром, например, на 2 недели, да, и поехали через турагентство, то у вас получится дешевле перелет. Намного дешевле. Пошел я уже в обратную сторону, потому что хочу еще полежать на пляже, немножечко позагорать полчасика. Тут тоже классно, много автодомов стоит. Тут люди просто возле парка встали. Ну, и, в общем-то, здесь и живут. Автодома здесь, кстати, распространенная очень тема. Здесь можно недорого взять дом в аренду. Кстати, может быть, сделаю репортаж про это дело, поизучаю вопрос. Кормленные. Видишь, что у меня ничего нету? А так он заинтересовался, он же удивился. Красивые какие-то резкие коты. Вот так и получается, что как ни крутишь то, что то, получается от 70 до 150 долларов в день. Надо иметь, чтобы отдыхать в Турции на сегодняшний день. Дорого это или нет? Мне кажется, дорого. Ребята, девчата, вот у меня сразу возник вопрос к вам. Кто вот отдыхал в этом году в Сочи? Примерно, плюс-минус. Напишите в комментарии, сколько у вас выходил день, если вы снимали апартаменты. А вот про гостиницы я даже не знаю, что чуть-чуть сказать, есть там все включено-то. Напишите, пожалуйста, в комментарии, там вот, типа, мы потратили там в день, например, у нас выходило там 3 тысячи рублей, у кого-то 10 тысяч рублей. Ну, просто интересно для сравнения. Мне нравится, как здесь сделали, вот для того, чтобы идти, для того, чтобы ехать на велике. И это вдоль всего побережья, прям до лары идет. То есть можно так вот пройтись таким спортивным шагом 30 километров. Ходил, нажарился, все, в воду купаться однозначно. Ой, замечательная водица, холодненькая такая. С таким видом шикарным. В общем, неважно, ребят, девчат, поедете вы в пятерку, или снимете апартаменты, в любом случае вы получите огромное удовольствие от отдыха, от моря, от солнца, от еды. От очень вкусной еды. Я буду вам периодически снимать, как я сам готовлю местные турецкие блюда. Ну, какие умею, какие знаю, потому что очень многие сложные я не могу готовить. А такие простые буду снимать вам. Поэтому следите за выпусками. А сейчас я поплаваю и пойду, покажу вам тот, ну, один из тех барчиков, в который можно зайти, там, например, пропустить по бокальчику холодного пива после вот такой изныряющей жары и купания. Ой, замечательно. Ладно, буду нырять пока. У меня мысль пришла, как вот это несправедливо на самом деле. Человек может приехать, например, на год здесь, да, ну, или на зиму на 6 месяцев, снять обычную квартиру за 1200 в месяц. Это 12 тысяч рублей. Здесь квартиры можно снять за 1200, действительно. Да, не так близко к морю, но 12 тысяч рублей, и ты получишь огромную 100-метровую квартиру с тремя балконами, двумя санузлами. Ну, 20000 рублей ты получишь еще и с хорошим ремонтом ее. То есть вот 20000 в месяц стоит снять квартиру, и на питание здесь хватит вполне 3000 лир, то есть это 30000 рублей. То есть 50000 рублей у вас уже на месяц полностью здесь. Ну, еще вид на жительство, так, по мелочевке, страховка, ну, это все мелочь абсолютная. То есть 50000 рублей в месяц хватит на то, чтобы ни в чем себе здесь не отказывать. То есть вообще, вот, прям обалденно. Или же это то же самое, что поехать на 10 дней на апартаменты, да. Вот это несправедливо получается. Вот такой перекос очень сильный. Прикинул, получается ровно в три раза больше за то же самое абсолютно. Те же апартаменты плюс-минус, питание то же самое, все плюс-минус, только в три раза дороже. Это если ехать меньше, чем на полгода. Ну, как-то вот не очень это справедливо, мне кажется. Как вам? Вот такой замечательный пабчик, кафешечка. С видом на парк замечательно, да? Редко в какой пятерке будет барчик такого качества, согласитесь же. Ребята, девчата, анализ провели, сделали выводы. И на этом, наверное, я буду заканчивать это видео. Поэтому, кому понравилось, поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь на канал. И до встречи в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова